Друзья мои, всех приветствую на моем канале. Меня зовут Евгений. Сегодня традиционно рассказываю вам о том, сколько я заработал отчетный период в декабре 2021 года. Итак, погнали. Для тех, кто... Вот я все выписал на бумажку, чтобы цифры не забыть. Кто на канале первый раз, я работаю менеджером интернет-магазина. График у меня 2 через 2, живу в Санкт-Петербурге. Поехали, ребята. 7 числа, 7 декабря мне на карточку Сбербанка пришла зарплата 30 130 рублей. Это еще не все, ребята. Декабрь у меня жирный месяц. Много денег, много поступлений было, поэтому продолжаем дальше. 9 числа мне на карту пришла... Пришел аванс... Пришли отпускные. Я же в отпуске был 2 недели. Отпускные в сумме 26 271 рубль. Следующая транзакция 23 12 аванс 11 тысяч рублей. Еще не все. Ребята, у меня классная компания. Несмотря на то, что когда заходишь на сайт, ну, по отзывам по работодателям, я вижу, что многие люди пишут негативные отзывы. Ну, это их мнение. 24 12 мне на карту поступил годовой бонус. Да, у нас в фирме платят 13 зарплату в сумме 18 618 рублей. Кто-то скажет мало, кто-то скажет много. Ребята, это 18 тысяч. Я могу купить себе что-то, я могу купить коту что-то, могу маме подарок купить. В общем, потратить их куда угодно. Это, скажем, не учтенка. Спасибо. Все работодатели, кто платит сотрудникам годовой бонус... Ребята, спасибо вам большое. Это приятно. Следующий, ребят, момент. Зарплата 29 12 мне на карту пришла в размере 6 250 рублей. Итого, общая сумма доходов у меня за декабрь составила 92 269 рублей. Это по сумме, получается, деньги за ноябрь, которые мне начислили, и наша бухгалтерия закрывает декабрь полностью. То есть, все, компания со мной рассчиталась. 92 269. Не все, ребята, не все доходы в этом месяце на YouTube я заработал 7000 рублей. Это не от монетизации деньги. Это реальный доход. Я буду снимать отдельный ролик. Он будет называться, скорее всего, сколько можно заработать, имея тысячу подписчиков на своем канале. И на своем личном примере, ребята, я вам покажу и расскажу, как можно на YouTube зарабатывать деньги. В декабре 7000 мне пришло. Вот так получилось. Общая сумма, ребята, 99 269. Сотка. Плюс квантеранты мне еще... Господи, Женя, деньги со всех дыр сыпятся, да? Плюс квантеранты, да, мне еще 26 перечислили. Поэтому, ну, за квантерантов я маме отдал. Грубо говоря, у меня получилось сотка. Сотка в этом месяце. Хорошо, ребята, давайте кратко расскажу про расходы и отвечу на некоторые ваши комментарии. Расходы. Первое. Ипотека, ребята. Я перевел в банку 55 тысяч. Это за декабрь, за январь, потому что в январе эта зарплата не будет. Только аванс будет уже 23 января. За два месяца, получается, ипотека и плюс страховка. У меня договор заключен 30 января. Соответственно, мне нужно еще платить страховку. Общая сумма получилась 55 тысяч рублей, ребята. Да, 13 тысяч страховка у меня вышла. Ну, банк такую сумму выставил. И еще не все. Коммуналка вот за эти хоромы, в которых я вам сейчас снимаю, 5300. Итого у меня на руках осталось 40 тысяч рублей. Куда я могу их тратить? На еду, на одежду, на подарки, на развлечения, на поездки. Я еду в Москву завтра, да, на Сапсане. Снимаю хорошую гостиницу. Об этом будет отдельный ролик. Вот так, ребята, вот так. Поэтому год заканчиваю хорошо, с хорошим настроением, с позитивом. В общем, все никак. В новой квартире, в общем, год у меня был удачный. Так что вот так. Давайте отвечу на один очень важный комментарий. Меня он немножко зацепил. Я решил сегодня вам на него раскрыть. Я работаю менеджером интернет-магазина. Вы мне спрашиваете. Женька, допустим, если мы хотим устроиться на какую-то должность. В качестве примера я приведу вам менеджера интернет-магазина. Допустим, интернет-магазин. Стоит ли сначала пойти на курсы, отучиться, скажем так, поглубже копнуть, получше узнать о том, что нужно делать вакансии, набраться каких-то навыков, а затем уже, скажем так, с высоко поднятой головой идти и собеседоваться. Ребята, отвечу вам так, что ваша задача не заканчивать курсы, не нанимать репетиторов, не тратить на это время и деньги, а первое, составить классное резюме, в нем все самые лучшие свои качества поставить вперед, ну, в общем, соврать, даже не так скажу, дать людям возможность услышать то, что они хотят. То есть все в самых таких ярких красках описывать себя как личность, что вы вообще гений и можете горы свернуть. Понятно, да? Дальше, в строке, есть ли опыт работы, написать, да, есть. Да-да, ребята. Когда у вас спросят на собеседование, Женька, ну, там, есть ли у вас опыт работы, скажут, да, что вам нужно ответить, как рассказать. Я, помимо своей основной работы, еще вечером подрабатывал, там, в интернет-магазине, они продавали чай, ну, в общем, скажите, в чем вы хорошо ориентируетесь, допустим, чай, и моя задача состоялась в том, что я вечером приходил, обрабатывал заказы, смотрел по наличию, отзванивался людям, говорил, что заказ подтвержден, выставляю сумму, вы оплачиваете, и все. Ну, и вот такая у меня подработка маленькая была. Я считаю, что да, у меня полноценный опыт работы в интернет-магазине есть. Ребята, съели? Съели. Вот так я бы выкрутился, понимаете? На любом собеседовании говорите, есть ли опыт работы, есть, и начинаете врать. Не умеете врать, играете роль, сыграете, сыграете. Вы актер, актриса, пришли, и ваша роль в менеджере интернет-магазина. Поэтому вам нужно вот это красиво, правдоподобно сыграть. Тем самым вы проведете любое собеседование. Не нужны никакие курсы, не тратьте время, понимаете? Не селят они у вас уверенности. Проходят в первую очередь уверенные себе люди, которые демонстрируют о том, что они справятся, о том, что они надежные, о том, что их продажники, о том, что в любой сложный момент они могут юлить, подбирать аналоги, находить общий язык с покупателем. То есть вот такие люди нужны, понимаете? Указательный вопрос, потому что у вас нет навыка. Коршуны, я вам так скажу. Когда к нам приходят новые ребята, за счет того, что 1С, она даже в разных фирмах по-разному настроена, и сайт интернет-магазина в разных фирмах, он по-разному сформирован. За счет этого мы все равно сажаем человека, ставим ему наставника, обучаем с нуля, показываем, рассказываем. Никто вас одного не поставит, никогда не скажет. Торгуй, зарабатывай миллионы, не будет такого. Самое главное, что у вас вот это вот качество было, которое я вам описал, что вы были хорошим продажником таким, матерым. Все. Знаете, как пройти любое собеседование? Я сниму отдельный ролик, ребята. Не забыть, надо где-то помнить себя. Вкратце скажу, что ваша задача не показать, какой вы умный, смелый, красивый и вообще находчивый. Ваша задача на собеседование именно. Сделать так, что человек, который вас собеседует, ему с вами было комфортно. Побуждайте его рассказывать о достижениях, чего он достиг в этой фирме и какой он молодец. Понимаете? Если вы яро будете показывать, вы не умеете, вы не умеете, я приду, я ваши продажи подниму в тысячу процентов. То, что вы сейчас сколько зарабатываете? 10 миллионов? Херня! 100 миллионов будет! 100! Я смогу! Понимаете, вот такие люди, когда приходят, ну, во-первых, человеку страшно, если он такой умный, да, я-то, возможно, что-то не знаю на фоне его, но я как руководитель сейчас рассуждаю, поэтому нафиг он мне нужен, опозорит еще, он меня подсидит еще, не-не, мне такие не надо. Мне нужны спокойные ребята, с которыми я чувствую себя спокойно, понимаете? Скажем, с моей лодки, да, с моей стали человек мне нужен. Вот так, ребята. Хорошо, следующий момент. Планы на 2022 год. Я буду снимать отдельный ролик, он выйдет 2 января в 15.00, ребята. Вам домашнее задание из этого ролика. Придумайте, пожалуйста, самую заветную мечту, вот чего вы бы хотели добиться в 2022 году. Придумали? Выпишите ее на бумажку, из мечты переведите ее в разряд цели, понятно, да, цель, цель, и четко по пунктам пропишите, что вам нужно сделать, чтобы прийти к этому успеху, вот к этой, как решить вот эту задачу, которую вы себе выписали на бумажку. Я 2 января буду вам рассказывать, какие цели, какие показатели я бы хотел достичь в 2022 году и что я буду делать. От вас в комментариях, коршуны мои, я буду ждать ваши цели, ваши задачи. На примере хочу сказать, что мне написала моя подписчица, Женька, я посмотрел твои ролики, я пообщал с тобой в WhatsApp и принял решение переезжать в Петербург не через год, не в мае, да, она хотела в конце мая, а в январе. Потому что действительно, почему я должна тратить полгода своей жизни, за полгода я, вот как успею продвинуться, да, чего успею достичь, чем буду сидеть и ждать, господи, как страшно, как страшно, боже мой, боже мой, новый город, ой, не поеду, в мае поеду, в мае тепло, тепло, белая ночь, а зимой тут, ой, сейчас кризис, хрен найдешь работу, понимаешь, пока вот вы так думаете, вот моя подписчица, она уже в январе приедет, устроится на работу, снимет жилье, и дальше уже будут идти к цели покупки квартиры, понимаете, а вы все сидите думаете, думаете, ой, не, не поеду, понятно, ребята, понятно, поэтому цель поставили, план действий прописали, я в комментариях буду ждать ваши цели, хорошо, на 2022 год, ребята, новый год, новый год, я вас поздравляю, мы с вами в этом году познакомились, дальше, конечно, будем продолжать, естественно, дальше будет много контента, но об этом более подробно в ролике 2 января, подождите, Коршуна, подождите, не уходите, я ничего не забыл, так, про деньги рассказал, про мечты цели рассказал, про интернет-магазин я рассказал, хорошо, все, ребятки, все, пока, 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 все, увидимся в следующем году, пока, пока, хорошие мои, пока.